Довольно часто требуется включить в сеть некое устройство, например, трансформатор, расположение выводов первичной обмотки которого неизвестно. Но если просто соединить их случайным образом и подключить его в сеть, то страницным звуком жжи и клубами дыма он может превратиться в обугленное нечто. Чтобы этого не произошло, нужно ограничить ток через трансформатор. Но таким образом, чтобы сопротивление, его ограничивающее, изменялось в зависимости от протекающего тока. Иными словами, нужно применить баритирование. Выполнить его можно при помощи обыкновенной лампы накаливания. Действительно, сопротивление холодной нити накаливания порядка нескольких ом. А при нарастании тока из-за термоэлектронной эмиссии сопротивление нити увеличивается. Виток, протекающий через нее, устанавливается в соответствии с мощностью лампы. Давайте посмотрим на этот эффект действия. Для чего соберем небольшую схему. В разрыв провода лампы включим трансформатор. И подключим его к сетевому напряжению. Как можно увидеть, лампа начинает светиться. Это однозначно говорит нам о том, что исследуемая обмотка не является сетевой. Так как даже активное сопротивление этой обмотки слишком мало. Но при этом никакой опасности через самой обмотки. В данном случае нет. Так как силы протекающие в нее тока не превышают нескольких сотен миллиампер. Таким же образом можно защитить и любое другое свойство. Ток потребления которого не превышает половины номинального тока используемой лампы. Естественно, что в случае мощного потребителя такое включение не обеспечит тот необходимый устройство. Но этот способ отлично поможет вам избежать неприятностей при пробных включениях различных маломощных сетевых устройств. А лампа будет служить вам индикатором короткого замыкания к цепи устройства. Либо его слишком малого сопротивления.